Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастов и системы исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Авторы издательства осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ. Антон Текшин. Волшебство не вызывает привыкания. Книга пятая. Глава восемьдесят шестая. «Слышу, шлепень! Перестань мне портить лес! Немедленно, тварь ты низкоранговая!» Самое интересное, что произнес это вовсе не я, хотя уже собирался сам выдать нечто подобное вслух. И даже воздуха в грудь набрал. Но кто-то меня успел опередить. Вот досада. Покрытый перьями монстр, отдаленно напоминавший гигантскую поми страуса и попугая, оставил в покое изгрызенный ствол сосны и завертел башкой по сторонам. Точно, как обычные пернатые. Значит, все-таки не послышалось. Это хорошо. Мне только очередных голосов в голове для полного счастья не хватало. Я всеми руками за живое общение, даже если собеседник не очень дружелюбен. А вот трехметровому бройлеру вторжение в личное пространство пришлось не по душе. Он вздобил оперение, отчего на темечке поднялся забавный хохолок и воинственно закликотал. Учитывая размеры клюва и когтей на мощных задних лапах, выглядел он внушительно, даже с пятым уровнем. Система нарекла пернатого увольня щелкуном и отнесла его к фракции жизни. В общем, обычный хищник средней полосы, похожий на доисторического предка наших нынешних птах. Вряд ли с таким вдушительным набором здоровяк питался орешками и прочим подножным кормом. Ему и кокоса будут маловаты. Я бы точно прошел мимо этой мечты орнитолога, решивший перекусить с позаранку. Не выбери она в качестве завтрака человека. Либо еще кого-то разумного. Тут нельзя утверждать наверняка. У нас нынче столько выходцев из иных миров гостей, что со счета можно сбиться. В любом случае, я подобную гастрономию осуждаю. Кто бы там ни был, он не стал вопить в панике на весь лес, как обычно бывает. А позвал на помощь довольно оригинальным способом. Музыка, исполненная на чем-то вроде скрипки. Я в подобном не специалист, но звучала очень похоже. Пронзительная мелодия была так сильно наполнена тревогой и мольбой, что даже проняло такого неотесанного чурбана, как я. Не каждый день в глухом лесу подобный концерт услышишь, да еще за несколько километров от эпицентра событий. Хорошо, хоть здесь я почти свой, и проблем с ориентированием не возникло. В итоге своеобразный сигнал соус привел меня на широкую поляну, где в гордом одиночестве росла вековая сосна. Судя по измочаленному стволу, тот самый исполнитель отсиживался где-то среди раскидистой кроны. Неплохое укрытие, особенно от такого хренового летуна. Рудиментарные крылья не позволяли птице туда вспорхнуть, поэтому она упрямо точила древесину в надежде, что дерево вместе с добычей рано или поздно рухнет вниз. И надо признать, нехитрый план почти удался. Если бы щелкуна не отвлекли самым беспардонным образом. Видимо, не я один услышал тревожную композицию. Долго выискивать наглеца, что прервал охоту на самом интересном месте, трехметровому хищнику не пришлось. Им оказался импозантного вида человек в широкополой ковбойской шляпе и потертой куртке с бахромой, как в старых вестернах, стоявшей буквально в нескольких шагах от пернатого хищника. А ведь еще мгновение назад никого там и близко не наблюдалось. Даже для меня внезапное появление ковбоя стало сюрпризом и не сказать, что приятным. Я старался присматривать за округой до поры не выдавать своего присутствия. Щелкун вполне мог заявиться сюда в компании приятелей, как принято у пернатых. Один противник для меня не проблема, а вот целая стая уже черт его знает. Да и в целом вся эта ситуация выглядела слишком уж подозрительно. Раньше бы я наплевал на осторожность, но только не в нынешнем положении без пяти минут няньки. Так что пришлось уступить инициативу другому спасателю. Тем более по уровню он значительно превосходил меня. Девятнадцатый против моего двенадцатого. Хорошо, хоть не двадцатка. Среди них попадается немало психов, которые уперлись в потолок развития и стали потихоньку ехать крышей. Ходят упорные слухи, что на следующем юбилейном уровне система отваливает какие-то нереальные бонусы, но конкретных данных ни у кого нет. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо из людей смог достичь этой отметки. Больше полутора миллионов опыта попробуй еще собери, учитывая многочисленные препятствия в развитии. Мирным трудягам приходится постоянно тратить очки для открытия новых рецептов. Руководители теряют их просто так в качестве штрафов, а воины вынуждены постоянно делиться друг с другом и даже с теми, кто просто мимо проходил. А еще неплохо бы искать противников посильнее, чтобы не довольствоваться жалкими крохами. Такие, само собой, встречаются крайне редко, если не брать в расчет других прокачанных магов. Вот и выходит, что лучше с ними не встречаться. Нет, рано или поздно нужное количество обязательно набежит, и так, но всем же хочется поскорее. А еще говорят, что волшебство не вызывает зависимости. Я по привычке первым делом пробежался глазами по видимым характеристикам высокоуровневого мага. Он оказался предосположен к порядку, что немного успокаивало, а класс имел типично боевой охотник, он же хантер, на игровом сленге. Очень схож с тем же рейнджером, имеет кучу схожих с ним способностей, но больше заточен на битву. Никакого приручения животных и всяческого единения с природой. Только атакующие заклинания. Даже кличка «Стрелок», видимая вместо обычного набора фамилия-имя, намекала на это. Поэтому переживать за него точно не стоило. Впрочем, как и расслабляться. Сдохни! Охотник выставил в сторону щелкуна пустую ладонь с отогнутыми указательным и средним пальцами, будто пародируя пистолет. У него имелось при себе и настоящее оружие, чей лакированный ствол выглядывал из-за плеча, но оно ему даже не понадобилось. С громким хлопком клювастая башка лопнула, как переспевший арбуз, и обезглавленная туша плюхнулась на бок, беспорядочно дрыгая лапами. Знатные вышли бы окорочка, да разделывать некогда, потому что следом пальцы импровизированного револьвера уткнулись уже в меня. «Ты еще что за чинганчгук?» недовольно поинтересовался ковбой. Пришлось мне, с сожалению, отклеить от себя бумажный стикер с кривой надписью «Невидимость» прописными буквами. «Блин, не досмотрел правописание, и заклятие не сработало как надо. Вот что бывает, когда действуешь в попыхах. Либо у охотника есть какая-то способность вроде зоркого глаза. В любом случае скрываться больше нет никакого смысла. А ты что, индейцев не любишь? На краснокожих мне плевать. Признался высокоуровневый маг. А вот зеленокожие дикари немного напрягают. Здесь с ним сложно спорить. Видок у меня и правда не слишком цивилизованный. Из одежды только короткие шорты, оставляющие максимум открытой кожи для солнечных лучей, и мягкие макосины. Я запросто могу бегать босиком даже по битому стеклу, но пружинистая подошва все же дает преимущество в скорости, которым глупо пренебрегать. Весь пошив ручной, включая обувь, так что смотрится она самобытно, скажем так. Зато в этом облачении можно хоть в огонь, хоть и в воду. Материалы очень редкие, включая дорогущий шел гигантского пещерного паука, плюс чары на прочность, влетевшие мне в копеечку. А то надоело уже менять гардероб после каждой новой стычки. В качестве вишенки на торте выступает ожерелье из клыков и прочих зубов, опоясывающее шею. Так себе вижутерия, но ничего не поделаешь, приходится носить. Всяко лучше, чем взрывающийся ошейник. Единственное, что немного выбивается из первобытного образа, это мое оружие. Мне больше подошла бы какая-нибудь неотесанная дубина, но я предпочел орудовать тесаком, похожим на слегка увеличенный разделочный топорик из темного металла, похожего на бронзу. Если хорошенько присмотреться, можно заметить, как по лезвию пробегают едва заметные красные искорки. Рифленая рукоять хорошо сидит в ладони и заодно сушит всю руку до самого плеча, скручивая мышцы и суставы. Обычный человек при контакте с проклятым оружием уже на второй минуте рискует остаться инвалидом, но моя регенерация пока что справляется с негативными последствиями. Разве что по ночам конечность ноет, как у заядлого ревматика. До меня артефакт валялся без дела в одном из разгромленных нами убежищ торговцев живым товаром. Никто не мог им толком пользоваться из-за крайне скверного воздействия на организм. Мне со строптивой находкой еще повезло, иначе пришлось бы ограничиться обычной железкой. А в нынешнее время это только лишний повод вызвать смех у окружающих. Сейчас и огнестрел все больше сдает позиции, не говоря уже о более примитивном оружии. Наш мир стремительно меняется, и за ним нужно поспевать, если не хочешь остаться на обочине. А на мне такая ответственность висит, что будешь рад любой возможности стать чуточку опаснее. Всего лишь не ту настойку выпил. Выдал я стандартное объяснение своей экзотической внешности. И, кстати, у тебя там... Шнурок развязался. Съехидничал стрелок. На самом деле я хотел предупредить мага о том, что кусты на краю поляны как-то подозрительно колышутся, но было уже поздно. С громким клёкотом оттуда выскочил добрый десяток новых щелкунов, толкаясь и торопясь успеть к нам первыми. Как они там скрывались при своих габаритах, непонятно. Все-таки не зря меня нехорошие предчувствия терзали. Охотник с недовольной миной на лице повернулся к засадникам и на этот раз вскинул обе руки, снова изображая детские пистолеты. Птички не восприняли его как угрозу. А зря. С добычей им сегодня критически не повезло. Мэг открыл частую стрельбу в македонском стиле, не забывая имитировать лёгкую отдачу кистями, подбрасывая топыренные пальцы чуть вверх. Разве что не хватало звуков при выстрелах. Зато каждое попадание оставляло после себя солидную дыру в туши, сквозь которую можно запросто просунуть руку и поздороваться. Что уж говорить о хэдшотах, от которых щелкуны натурально теряли головы. Стрелок не промахнулся ни разу, и никто из всей пернатой стаи так и не смог до него добраться. Вскоре по всей поляне весело закружился пух, будто тут распотрошили кучу старых подушек. Я едва успел подловить парочку отставших птичек шипами, но вошедший в раж охотник добил их тоже, после чего с удовлетворённым видом сдул тонкий дымок с кончиков пальцев. Вот же говнюк! Я не стал произносить это вслух, но он и сам прочитал послание на моём лице. В покер мне точно играть нельзя, увы. Скажи ещё, что ты их жрать собирался. Вообще-то да. Мерзость какая! Осуждающе покачал он головой в шляпе. Мне обязательно нужно тысячи три калории за раз съедать, а лучше пять-шесть. Вывел бы ты у себя лучше глистов. Охотник больше не тыкал в меня пальцами, но я прекрасно чувствовал, как он напряжён. Поэтому пришлось сдержать своё недовольство от упущенного сытного обеда. Воевать мне сейчас вообще не с руки, особенно с таким мощным противником. А тот вновь продемонстрировал свои недюжинные способности, кивнув мне за спину в сторону дальней опушки. «Так, а там у тебя что за выводок?» «Груз ответственности», — с тяжёлым вздохом признался я. «Нам к великому врагу надо». «К вражинам?» — с ехидной ухмылкой уточнил стрелок. «Забавно, мне туда же. А я думал, это твоя заначка на чёрный день. Не беспокойся, я не людоед». Конец моей фразы растворился в новой скайпучей мелодии, которая раздалась откуда-то сверху. И если раньше там читалась тревога, то теперь это был неприкрытый ужас. У меня даже мурашки по спине забегали, настолько звуки брали за душу. Будто резко на балкон вышел, а там ещё тот дубак, хоть холодец выставляя стужаться. На самом же деле окружающий воздух заметно нагрелся, не оставив и следа от ночной свежести. Зима вообще выдалась настолько тёплой и незаметной, что даже в средней полосе России снега почти не наблюдалось. А весна, можно сказать, началась уже в феврале. «Такими темпами скоро здесь пальмы вместо хвойников расти будут». Но на этот раз температура поднималась слишком уж подозрительно. «Не бывает таких резких скачков, просто так». «Никак этот поганини поганый не уймётся», — проворчал охотник, озираясь. «Что теперь не так?» Тем временем чувство, что мы оказались в огромной духовке, крепло с каждой секундой. Воздух до самой опушки начал подрагивать, будто от летнего зноя. «В принципе, до него осталось совсем немного, а дальше мы уже начнём запекаться в собственном соку. Тут уже не тропические пальмы расти начнут, а кактусы с прочими суккулентами. Как-то душновато стало. Подожди, сейчас тающая жара будет». Стрелок закончил осматриваться и резким движением выхватил из-за спины оружие, сложенное буквально пополам. С металлическим щелчком обе половины встали на место, и в его руках оказалось необычного вида ружьё, напоминавшее древний мушкет. Ствол короткий и очень толстый. Практически водопроводная труба, лишённая всяких прицельных приспособлений, включая мушку. Затворный механизм тоже отсутствовал, а массивным прикладом из тёмно-сизого дерева можно при желании отбиваться не хуже иной дубины. Я так и не опознал странную древесину на ложе и прикладе. А вот металл с насыщенным голубым отливом мне уже встречался. Такого даже на калёной нержавейке не увидишь. Охотник не стал долго целиться и оглушительно бабахнул куда-то в заросли. После чего вновь переломил слонобой, чтобы вставить туда новый патрон толщиной с катушку ниток. При таких габаритах пуля должна быть с грецкий орех не меньше. Неизвестному противнику осталось только посочувствовать. Адонека стоило только эху выстрела стихнуть, как откуда-то издалека раздался трубный рёв, а деревья в той стороне стали падать одно за другим, словно костяшки домино. Кто-то очень крупный спешил к нам на пролом, чтобы поскорее выразить своё крайнее возмущение. Не взяло? Уточнил я, отступая в сторону опушки. Вряд ли охотник промазал. Из такой ручной артиллерии легче попасть, чем промахнуться. А я не в него стрелял, пояснил он, вновь скинув ружьё. Их тут несколько, так что вали пока цел. И детца свой прихвати. Хорошее пожелание, но, увы, запоздалое. С противоположной стороны тоже кто-то ломился, пусть и не так впечатляюще. Так что лучше держать оборону здесь, в чистом поле. А в качестве дополнительного рубежа я предпочёл молодую берёзку, выросшую на окраине. С ней меньше возни, чем с неторопливыми хвойными породами. Сорняк есть сорняк, пусть и древесный. Сама процедура отняла у меня всего несколько секунд. Для нового заклятия потребовался непосредственный контакт, помимо слова «активатора». Я крепко обнял берёзку и заодно извинился перед ней за предстоящее надругательство. К сожалению, у меня хорошо получается лишь губить природу. Так себе, друид. Прости, родная. Энергетическая шкала разом опустила наполовину. 150 единиц, как с куста, точнее, с дерева. Зато результата не нужно ждать часами, как с аналогичными заклинаниями трансформации. Готовый продукт получается очень быстро, хоть и не без существенных минусов. Главный из которых, пожалуй, это опасность для самого заклинателя. Я поскорее отскочил прочь от прокажённой во всех смыслах берёзки, чья белоснежная кора начала вспучиваться уродливыми красными буграми. Трава и мелкая поросель в радиусе нескольких метров стремительно пожухли, а прошлогодние листья и вовсе рассыпались чёрной трухой. Теперь от этого места нужно держаться как можно дальше. Тем временем треск всё нарастал, причём со всех сторон, как будто нас брали в кольцо. И это точно не могли быть новые птицы. Стрелок во второй раз жахнул из монструозного ружья, однако лесоповал не прекратился. Судя по всему, снова нашлась цель посерьёзнее. Пекло уже так сильно, что невольно вспоминалась парная, а листву на некоторых деревьях скручивало от невыносимой температуры. Но пока что только в одной стороне, выдавая присутствие таинственного нагревателя. «Да вижу, я вижу!» Огрызнулся стрелок, перезаряжаясь. «Хочешь помочь, грохни его сам, я занят!» «Так себе предложение, если учесть, что я понятия не имел, кто там прячется». Только на разработку плана и прочей умной вещи не оставалось времени. Раскалённый воздух уже вовсю обжигал лёгкие при каждом вздохе. Пот лился сплошным потоком, грозя высушить меня не хуже сухофрукта. «Тут поневоле замечтаешься о ледяной проруби или хотя бы о простой речушке, в которую можно оконуться с головой. Увы, ближайший водоём находится отсюда в дне пути, а лужи давным-давно пересохли. Последний дождь прошёл на той неделе и то лишь обозначил свои намерения. Если мне так плохо, то что станет с обычными людьми?» С этой мыслью я ломанулся к пожухшим зарослям со всех ног, будто там находится наполненный до краёв колодец. «Последние месяцы, проведённые в пешем путешествии, укрепили меня так, что хоть нормативы на мастера спорта сдавай. Разогнавшийся автомобиль, конечно, догнать не смогу, но сильно не отстану. Старую поваленную сосну я просто перепрыгнул, как мелкую кочку, и полетел дальше, едва касаясь земли. После густой опушки деревья пошли реже, позволяя сильно не петлять из стороны в сторону. А вскоре показался и сам источник аномальной жары. Тощее антропоморфное существо, сгорбившееся в подобии вопросительного знака. Худое тело с ног до головы покрывали ороговевшие наросты в виде шипов, превращающиеся в настоящие рога в районе головы. Тут и без системной подсказки сразу видна принадлежность к хаосу, будь он трижды не ладен. На его отродья чаще всего больно даже смотреть, настолько они выходят безобразными. Никакой симметрии пропорциональности, если не брать в расчёт перерождённых людей. Да и они чаще всего уроды ещё те. Мне ли не знать? Судя по ломанным движениям рук, напоминавших сучковатые ветки, именно этот хмырь пытался нас запечь. Увидев меня, сгорбленный заклинатель микроволновки вскочил и бросился на утёк, сверкая широкими копытами вместо пяток. К такому повороту меня жизнь не готовила, и я едва его не упустил. Даже слабенькие бесы не позволяли себе подобных выкрутасов и кидались в драку без раздумий, не говоря уже об остальных хаоситах. К счастью, улепётывать от меня через лес не самая удачная затея. На пути беглеца тут же выросло несколько растяжек, через которые он попытался перескочить, но попал в хитро расставленные силки, обившие сухопарое тело без единого шанса освободиться. Уж в искусстве управлять побегами мне точно нет равных. Для меня это столь же естественно, как работа собственных пальцев, на которых давно позеленели даже ногти. Однако и у мастеров иногда случаются промахи. Желая зафиксировать рогатого клиента понадёжнее, я немного перестарался и отправил его прямиком к чёртовой бабушке. Никак не ожидал, что кости у него окажутся хрупче фарфорового сервиза. И если обычные переломы он ещё смог бы в теории пережить, то вот раздробленные шейные позвонки точно нет. Регенерации хаос бедолагу тоже обделил. Зря пытался его слегка придушить, он бы всё равно никуда не делся. Впрочем, эта оплошность меня и спасла. Стоило системе присудить мне очередную щепотку опыта, как на месте гибели заморыша вспух оранжево-красный шар огня. Дулю мгновения он держал объём из пепеля соседней деревья, а потом оглушительно лопнул. Взрыв повалил деревья в радиусе нескольких десятков метров, а ещё больше поджёг волной пламени, которая прокатилась под ручку с ударной. Я едва успел рухнуть в какую-то мелкую рытвину на земле, и всё равно меня изрядно припекло. Толстая кожа, которая без проблем выдерживает огонёк свечи, густо покрылась волдырями, а в нос шибанул резкий запах палёных волос. Отлично! В ближайшие несколько дней о прическе можно не беспокоиться. Несмотря на всю боль от ожогов, пришлось срочно подниматься на ноги. Врагов в округе ещё предостаточно, и в любой момент могут заявиться новые. Мне ещё повезло, что я не укокошил взрывоопасного ушлёпка вручную, иначе вышло бы гораздо хуже. На месте взрыва осталась глубокая воронка, обильно чадящая дымом. Вокруг всё тлело и понемногу разгоралось. Того и гляди, лесной пожар начнётся. Сейчас не сезон, но с такой погодой вполне может и заняться. Только стихийные бедствия меня сейчас волновали меньше всего. Обратный путь превратился в настоящую полосу препятствий, да ещё и местами горящую. Но мне удалось побить все мысли мои рекорды. Спешил я не зря. Там уже вовсю кипел бой. Со всех сторон на полянку пёрли уродливые твари, будто там хаотичным мёдом намазано, прямиком из адской кухни. Причём некоторые экземпляры ещё и не стеснялись колдовать. Стоило мне приблизиться к поредевшей опушке, как в мою сторону полетел здоровенный валун, облепленный мхом и комьями земли. Тот лежал себе тихонечко веками, пока какой-то уродец, похожий на моллюска из-за многочисленных конечностей отростков, не выдернул его на свет божий. Чего там только у него не было. От обычных щупалец с присосками и крючами, да вполне человеческих рук и ног. Одним словом мерзость. Передвигался очередной постаник хаоса тоже необычно резкими скачками, отталкиваясь от любой поверхности. Эдакий сумасшедший резиновый мячик. Я едва разминулся с камнем, отпрыгнул в сторону, после чего отправил прыгучему артиллеристу ответное приветствие, пока он еще чего-нибудь не выкорчевал. Из относительно дальнобойного у меня только травы-ножницы, но этого вполне хватило. Главное угадать место, куда он приземлится за очередным метательным снарядом. Благо, тех в округе оказалось не так уж и много. Выбор пал на переломленный комель сосны, еще не сгнивший до трухи. Но тут его поджидал неприятный сюрприз. Чистокол Шипов пронзил отвратительный клубок в нескольких местах, лишив подвижности. Тот задергался, ломая растительные пики, но только усугубил свое положение, вляпавшись еще и в клейкую смолу. Все, допрыгался дружок-пирожок. Как только до этого места доберется огонь, о нем можно будет окончательно забыть. Пока я разбирался с не самыми грозными противниками, остальные подошли к концу. Даже когда они навалились тем скопом, у них не вышло взять штурмом небольшой пятачок земли. С одной стороны их выкашивал стрелок, а с противоположной – переродившаяся березка, которая со стервенением кромсала все, до чего могла дотянуться. Некогда белоснежный ствол раздуло, как у Баобаба. Ветви обросли крючковидными шипами, а из-под земли то и дело выстреливали щупальца корней. Остальные монстры пытались сжечь, ломать и даже грызть прокаженное дерево, но быстро становились для него новым кормом. Свежие побеги впивали в тела жертв и высасывали из них все соки. Пока от тех не оставалась одна лишь сухая оболочка. Да, моя новая способность – проклятие растений. Ничего более интересного мне на девятом уровне не выпало. Да и это заклинание я поначалу воспринимал со скепсисом. Еще бы, управлять перерожденным организмом нельзя, он атакует всех подряд, не признавая своих, да еще и результат мутации непредсказуем. Не раз бывало так, что вместо грозного монстра получалась какая-то мерзкая, но безобидная фигня. 150 единиц энергии, потраченных впустую. Опыта за невинно убиенных оно тоже не приносило, если только ты сам не приложил руку. Но главное, что меня смущало, это непродолжительный срок существования. Жизнью это язык не поворачивается назвать. Однако главный минус неожиданно обернулся плюсом. Потому что удачные экземпляры становились куда большей проблемой, чем все остальное, включая моих противников. Один особо боеспособный мутант едва не прикончил меня самого во время экспериментов. Так что к этой способности я решил прибегать лишь в исключительно хреновых случаях. Вот как сейчас. Березка получилась просто на загляденье, и от нее стоило держаться на почтительном расстоянии. Я заложил полукруг в обход и неожиданно наткнулся взглядом на троицу моих подопечных. Вместо того, чтобы сидеть тихонько, как им было сказано, они торчали на самом виду посреди полянки, ставшей полем боя с адской нечистью. Благо стрелок их прекрасно видел и по возможности прикрывал, отстрелив самых ретивых хищников. Но все равно сердце у меня екнуло от такой картины. Ох, за что мне все это? Пап, мы не виноваты! Выпылила главная заводила шайки и по совместительству моя дочь. У нас невидимость пропала! Пелагея, хоть и была самой мелкой в компашке, но умудрилась перетянуть одеяло главенства на себя. И всеми силами пыталась мне помочь. Уж как могла. Почему я еще не посидел от ее выходок одному создателю зеленого эликсира известно? Престарелые орки мне на глаза не попадались, но я ведь наполовину еще и человек. Правда, правда! Затараторил следом Борька. Волна прошла сильная, хлопа нету! Единственный мальчик являлся еще и самым здравомыслящим воспитанником. Наверное, в силу возраста. Все-таки восемь лет уже. Даже первый класс успел закончить. Последняя участница этой банды малолетних нервотрепателей предпочла молча кивнуть. Говорила Ника вроде бы неплохо, но крайне неохотно. Возможно, это последствия того кошмара, через который ей пришлось пройти. Детей несколько месяцев продержали в плену, и только наш рейд по убежищам рабовладельцев позволил им снова оказаться на свободе. Хоть что-то Шевцов успел напоследок сделать хорошее, решив принести в жертву как можно больше народу. Новороссийцам вместе с орками удалось перехватить последнюю партию пленных и взять живьем несколько бандитов. Те тут же выдали своих подельников, и наш поход стал воистину карательным. Ох, как же мы тогда оттянулись! Понятное дело, далеко не все освобожденные люди пожелали оставаться в приближном анклаве. Кто-то хотел вернуться к родным, или хотя бы узнать, что с ними случилось. В итоге их сплавили на материк благодаря наладившемуся морскому сообщению. С подводниками удалось заключить путь плохонький, но мир. Невольников в основном собирали по всему югу, но некоторых детей зачем-то привезли аж из центральных регионов, что намекало на огромную сеть. Нам удалось порвать лишь часть, а до остальных мы просто не могли дотянуться. Все, что было в наших силах, передать информацию дальше по цепочке уцелевших населенных пунктов. Благодаря сдерживающим артефактам, расползание хаоса во многих местах удалось предотвратить, но до полной победы людям еще очень далеко. России хотя бы повезло в том, что она была не настолько густо населена, и при этом занимала солидную площадь Евразийского континента. В странах с куда более высокой плотностью ситуация складывалась катастрофическая, если не сказать хуже. Но и нам тоже досталось немало, причем и от сгинувшего правительства в том числе. Как говорится, воронежный Лондон, и по нему вполне можно ударить в качестве профилактики. Увы, такие грубые действия против первородной стихии в лучшем случае не работали. В худшем же чернота получала лишнюю подпитку. Сейчас от центральной власти остались лишь не самые приятные воспоминания. Но большинство выживших поселений продолжали объединяться под одним флагом. Надеюсь, следующие лидеры учтут ошибки предшественников и будут заботиться о своей родине куда больше, чем о чужой. Однако не забывали у нас и об остальных странах, делясь информацией со всеми, до кого могли достучаться по остаткам былой связи. Кто-то уже прислушался и передал ценнейшие знания дальше, но кое-кто продолжал упрямо тонуть в хаосе, не принимая помощи от русских. В целом, как-то так. Я же сейчас максимально далек от всех масштабных событий. Мне бы довести дело до конца и вернуться в то место, которое я считаю своим новым домом. Старый все равно сгинул в черноте. Но, как всегда, есть нюансы. Первоначальная группа в полтора десятка человек, отправившихся с миссией вернуть детишек по домам, ужалась до меня одного. Далеко не все сгинули по пути. Кто-то осел в убежищах, кто-то решил вернуться. Главное, что большинство подопечных нам все-таки удалось пристроить, если не к родителям, то хотя бы к родственникам. Остались лишь парочка юных нижегородцев, дамы с Пелагеей. Последние сопровождающие откололись в Мордовии, направившись в сторону Татарстана. Закладывать такой огромный крюк в мои планы не входило, поэтому пришлось нам попрощаться. Надеюсь, они доберутся без приключений. Не то, что некоторые. К тому времени, как я добрался до Ребетни, атака окончательно захлебнулась. Охотник прекратил отстрел, уложив не меньше десятка отродей. И с раздражением поглядывал на отъевшуюся березку. Так, к слову, активно пыталась выкорчеваться из земли, потому что на ее участке противники тоже закончились. А зверский аппетит остался. Угомоника своего питомца. Поморщился стрелок. А то бесть уже. Ага, сейчас. Я перехватил поудобнее проклятое оружие и пошел навстречу своему излишне удачному творению. Самостоятельно отмирать он явно не планировал, так что придется немного помочь. Рукоять тесака стала покалывать ладонь еще сильнее, высасывая энергию, а ноги понесли меня вперед. Березка бросила мне навстречу колючей ветви, но за моей скоростью она не поспевала. Орки могут совершать стремительные рывки, несмотря на их могучую комплекцию. А мне в этом отношении даже проще. Как был сухопаром, так и остался. Я поднырнул под большей частью побегов, отсек парочку самых угрожающих и понесся дальше прямиком к стволу. Платоядное растение поняло, что дело пахнет криозотом, и выпустило корни наружу, окружив себя плотным колючим барьером. Неплохой ход, только бесполезный. Тесак рубил модифицированную древесину как масло, заодно прижигая края срезов. Иначе бы оттуда вовсю сочилась бурая жижа, заменившая пасоку. Да уж, с этой березки лучше ничего не сцеживать. Оружие позволяло пробить себе путь прямо сквозь переплетенный лабиринт. Но это была бы лишняя потеря времени, которой могла воспользоваться березка. Так что, пользуясь набранной скоростью, я просто взлетел выше, используя выступы корневищ. А вот дальше пришлось навернуть полный круг, как в новогоднем хороводе у елочки, потому что короткий клинок не позволял перерубить ствол одним махом. Подобные маневры едва не вышли мне боком, причем в прямом смысле. Один из гибких побегов успел напоследок приложить меня по печени, заодно раскрошив нижние ребра с правой стороны. Ха на печени! Опять буду желчью давиться. В такие моменты наиболее остро жалеешь об отсутствии защиты. От боли перехватило дыхание, а меня самого смахнуло вниз, как прилипчивую муху с филейной части коня. Кто видел хоть раз, как копытные обмахиваются хвостом, тот знает, что делают они это не просто так. Я успел немного сгруппироваться в полете, и приземление не вышло слишком жестким. А что до костей с ливером, ничего страшного, зарастут. Для меня такие повреждения давно перестали быть проблемой. Спасибо короткому побоищу, на полянке стало еще светлее. Только погрызенная сосна еще каким-то чудом стояла, хоть и кривенькая. Утро нынче выдалось безоблачным. А подсолнечными лучами из меня хоть отбивную делай, все равно бесполезно. За то ли заповал удался на славу. Теперь стала видна цепочка широких ям, в которых скрывались щелкуны. К сожалению, больше от них ничего не осталось, так что опять придется давиться сухпайком. Не успел я подняться на ноги, как подрубленный ствол березки с треском переломился и рухнул на землю. Отростки еще беспорядочно дергались, но это уже агония. Такого мутанта точно не пережить. Очень на это надеюсь. Я думал, ты ему фу скажешь или что-нибудь в таком духе, проронил стрелок, задумчиво почесав подбородок. Они по-другому не понимают. Морщась, я принялся соскребать с себя бурые потеки и прочую грязь, что мешало активному фотосинтезу. Детишки устроились неподалеку, ведя себе тише травы. Они прекрасно чувствуют, когда меня лучше не надо дергать по любому поводу. Кто-то из нападавших еще дрыгался, но никакой угрозы от них не ощущалось. Другой вопрос. Что они все тут забыли? Не охотились же за птичками в самом деле. Как-то не похоже на обычный гон, решил я поделиться размышлениями. Это засада, уверенно заявил охотник, не опуская ружья. Похоже, нас ждали. Как всегда в яблочко, братик, донесся до нас звонкий девичий голосок. Ты у меня такой умный. От этих слов, сопровождавшийся редкими хлопками в ладоши, всю холодную невозмутимую стрелка будто ветром сдуло. Под скулами загуляли желваки от стиснутой челюсти. Глаза сузились, а руки так сильно сжали оружие, что побелели костяшки пальцев. Я обернулся на голос и увидел молодую белокожую девицу в таком пошлом наряде, что его осудили бы даже про личные стриптизерши. Какая-то лютая БДСМщина, целиком состоящая из черных ремней застежками и шипами. Полоски выделанной кожи ничего толком не скрывали, выставляя женские прелести буквально на показ. Имелся на ней и тематический ошейник, сколыхнувший во мне не самые приятные воспоминания. Обувь тоже оказалась не самой практичной для нашей лесостепи. Черные лаковые туфли с высокой шпильной. Продолжая издевательски аплодировать, незнакомка двигалась к нам с заправской походкой от бедра прямо по перепаханной земле. И пусть шагала она мимо еще трепыхающейся березки, предупреждать ее об опасности мне что-то не тянуло. Наверное, из-за наличия на светло-русой голове целого набора из шести рожек разной длины, образующих что-то вроде кароны. Еще по паре роговевших шипов торчало из ее локтевых и плечевых суставов. Но, как ни странно, выросты почти не портили внешний вид. Видал и похуже. Обычно хаос уродует своих адептов гораздо сильнее и беспощаднее. А тут как будто учитывались пожелания. Наверняка, это и есть знаменитый сукуб во плоти, профессиональная соблазнительница и поработитель людских душ. Только без ауры на нее клюнет разве что какой-нибудь законченный извращенец. А уж в нашей глубинке таких любителей днем с огнем не сыщешь. Глядя на рогатую девицу, я внезапно понял, что совершенно зря наезжал в свое время Наталью. Моя бывшая напарница на самом деле одевалась вполне прилично. Оказывается, спасибо альфийским генам и частичке души земной девушки. Тут же без слез на эту колючую сбрую не взглянешь. Серьезно, ну зачем? При этом звалась Димонесса Евой, будто в насмешку над святыми писаниями. Ей куда больше подошло бы имя Лилит или на худой конец Настя, хотя относиться к ней стоило со всей серьезностью. От агонизирующей березки, беспорядочно бившей отростками во все стороны, она просто отмахнулась рукой, вызвав сразу с десяток ярко-красных завихрений пространства. Если смотреть сбоку, получается практически диск, метра три в диаметре. Знакомые штуки, не предвещавшие ничего хорошего. Порталы появились лишь на короткое мгновение, разрезав проклятое дерево не хуже пилорамы, после чего также резко исчезли с характерным хлопком воздуха. Остались только нарубленные куски древесины, щедро заливавшие землю бурой жижей. Впечатляет, ничего не скажешь. Теперь ясно, откуда тут столько хаотичных выродков взялось. Я невольно подался назад, ближе к детям, хотя прекрасно понимал, что для порталиста любое расстояние не проблема. Она может открыть воронку прямо у меня под ногами, и тогда останется уповать лишь на усилившуюся реакцию. К счастью, все внимание демонессы предназначалось охотнику, которого она явно знала. А тот не стал долго рассусоливать и засадил в нее из ружья. Сразу видно настоящего джентльмена. Однако девица со смехом прикрылась новыми воронками, и я с удивлением обнаружил замерзший возле моего лица металлический шарик чуть крупнее автомобильного подшипника. Мы подобными в детстве из рогаток пуляли, пока не пролетело по ушам от родителей. Повисев немного в воздухе, снаряд просто плюхнулся в траву. Еще один точно такой же кругляш едва не долетел до троицы моих подопечных. И пусть их прикрывала Ника, сердце все равно защемило. За них мне всегда как-то особенно больно, хотя они втроем могут наворотить дел любому хаосу на зависть. «Так ты ими умеешь управлять?» Игриво восхитилась Ева. «Но против меня это тебе не поможет, братик!» «Катись обратно в ад!» прорычал стрелок в ответ, лихо переломив ружье. Его движения были настолько стремительными и отточенными, что мои глаза их едва ухватывали. Следом грохнул второй выстрел, и тут Демонессу наконец-то проняло. Она вновь укрылась за портальными вихрами. Только на этот раз пуль из ствола вылетело гораздо больше. Практически картичный залп. Большинство шариков впустую прошили ближайшие деревья, отразившись от воронок. Но парочке все же удалось попасть в цель. Ева вздрогнула и досадливо поморщилась, утерев струящуюся по симпатичному лицу кровь. Гораздо краснее, чем у обычных людей, отчего напоминала краску. Шарик угодил ей точно в лоб, чуть ниже передней пары рогов. Но пробить костяную пластину не смог, застряв в ране. Еще одно попадание обнаружилось под левой грудью, окантованной черным ремешком. Однако, несмотря на обильное кровотечение, Ева и не думала проследовать по указанному адресу, то есть к себе домой, в пекло. «Да, значит, по-хорошему у нас не выйдет», вздохнула она, облизав окровавленную ладошку. «Я ведь все равно тебя заберу, братик, не обязательно целиком. Подавишься!» Все-таки пули причиняли ей беспокойство, потому что от нового залпа Димонесса предпочла телепортироваться в сторону. Конечная точка прыжка оказалась в нескольких метрах над землей, но перерожденную это нисколько не смутило. За ее спиной развернулась пара кожистых крыльев, сделав девицу еще менее привлекательной. «Нет, суккубы точно не мое». «Слышь, Ченгачгук», бросил через плечо охотник, не опуская ружья, «бери малышню в охапку и вали отсюда, ей нужен только я». «Прости, братик, но отсюда никто не уйдет». Димонесса широко раскинула руки, будто хотела крепко с нами всеми обняться, призвав разом несколько десятков порталов по обеим сторонам от себя. Красные воронки стали расти, искажая окружающее пространство, а рядом с ними возникали все новые и новые вихри, распространяя сцепную реакцию по небу, пока не взяли на сплошное кольцо. Воздух загудел от дикого напряжения, как бывает перед магической бурей, а солнечный свет заметно потускнел, сменившись ярко алым свечением потусторонних проколов реальности. «В последний раз я видел нечто подобное в ином мире во время прорыва хаоса, и ничем хорошим это не кончилось». Вот и сейчас из порталов массово посыпалась всякая нечисть. От хилых бёсов до адских гонщих и даже перерождённых. Некоторые нежизнеспособные уроды умудрялись разбиваться при падении с небольшой высоты. Но большинство было готово рвать нас на части. Через несколько секунд вокруг поляны собралась весёлая компания под сотню рыл, и утро окончательно перестало быть добрым. На такую толпу нужен настоящий боевой отряд, а Димонесса с безумным хохотом продолжала подкидывать всё новые исчадия. Она настолько вошла в раж, что охотник едва не нафаршировал её новой порцией металла. Ей пришлось вновь прикрываться, и это ненадолго остановило адский дождь. Хотя и выпавших осадков нам хватало просто с горкой. Перенесённых оказалось так много, что они больше мешали друг другу, окончательно уничтожая весь лес в округе. Воистину, после нас хоть трава не расти. И, кстати, о ней. Проращённые мной шипы тоже неплохо задерживали твари, но заграждения быстро забивались телами, по которым могли перебраться остальные. Так что это заклинание лишь выигрывало нам немного времени. Самые прыткие летучие экземпляры уже добрались до полянки, но там их встречал уже лично я с разогревшимся тесаком. Первые уроды полегли почти сразу, оказавшись неспособными к серьёзной стычке. А вот один из младших демонов, явно бывший человек, доставил мне серьёзный хлопот. Пока я дорубливал его порнокопытного товарища, он запустил что-то вроде сейсмической волны, опрокинувшей всех без разбора. В основном досталось своим же, усугубив и без того дикую кучу малу на окраине поляны. Меня тоже отбросило в сторону, но я привычно перекувыркнулся и вскочил на ноги, попутно развалив катящийся мимо комок разномастной плоти с огромной пастью. Прямо колобок Франкенштейна какой-то. Вот только порадоваться маленькой победе мне никто не дал, потому что случилось именно то, чего я больше всего боялся. «Не смейте трогать папу!» Юный голосок прозвенел так громко, что разом перекрыл всю прочую какофонию. А ведь от исчадия что уши закладывала. Я отмахнулся тесаком от очередного выродка, что решил отомстить запавшего колобка и обернулся. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Пелагея вышла вперед, покинув защитный кокон, и чисто маминым жестом уперла руки в бока. Васильковые глаза потемнели, будто море перед бурей, а кожа наоборот приобрела мраморный цвет. Ну все, карасики, приплыли. Оставшиеся у меня секунды стоило потратить с максимальной пользой, поэтому я опрометью бросился назад. Но не к дочери, до которой сейчас не достучаться, а к стрелку, что продолжал методично выкашивать напирающих тварей залпами из ружья. Заодно досталось и сейсмологу, которого управляемые пули превратили в решето. Магический огнестрел оказался гораздо эффективнее, чем все мои потуги, но нас все равно смяли бы через минуту-другую. Слишком большой перевес. По пути меня пыталась догнать прыткая гончия, почти классическая парнокопытная буренка темно-вишневого окраса с черными подпаленными на боках. Помнится, в самом начале моих странствий подобная тварь в одиночку кошмарила целое дачное товарищество. Еще бы, сила у нее немерена, а обычные пули есть, что слону дробина. Да и с освещенными проблем не оберешься. В общем, солидная зверюга. Была когда-то. Я не стал тормозить и лихо прокатился прямо у нее под брюхом, премя в траву и лесную подстилку. Массивные челюсти класнули в опасной близости от моих ног, но к такой наглости рогатая бестия оказалась не готова, опоздав с реакцией. Да и меня во время разгона может догнать лишь ужаленный шершнем гепард. Духи орочих предков на подобные выкрутасы наверняка смотрели с осуждением из своей ордынской вальхалы. Но я ведь приемный, если так разобраться. С меня спросу никакого. А кроли-белые вороны мне давно уже не привыкать. И скрящийся тисак легко перерубил заднюю лапу чуть выше копыта, которым она собиралась меня притоптать. Неплохое оружие, но ему отчаянно не хватает нормального топорища. Увы, палку к рукояти не привяжешь. Там даже стальная арматура начинает рассыпаться при длительном контакте. Чего уж говорить об остальных материалах. Буренка с протестующим ревом едва не осела на задницу, но добивать я ее не стал. На трех лапах скакун из нее никакой, так что черт с ней. Пусть живет во имя Гримпеса все оставшиеся несколько секунд. Вокруг Пелагеи уже вовсю закручивались серые вихри, поднимающиеся прямо из-под детских босоножек с разноцветными единорогами. Да, не самая практичная обувь, только в нынешней разрухе ничего приличного днем с огнем не сыщешь. Если даже повезет чудом найти что-нибудь стоящее, на ней все моментально горит. А мультяшных единорожек она хотя бы ценит и старается беречь по возможности. Под подошвами начало все отчетливо хрустеть, намекая на то, что времени почти не осталось. Тут уж не до объяснений, что сейчас грянет. Я прямо на бегу сорвал ожерелье и швырнул его в сторону стрелка. Бросок вышел на редкость удачный. Стоматологическая связка обручем закружилась вокруг ружейного ствола, чей голубой цвет металла стал еще насыщеннее от частых выстрелов. С координацией у меня полный порядок. Прямо жаль, что все игровые аттракционы нынче закрыты. Все плюшевые призы мог бы выбить. Какого ха... Дальше охотник возмутиться не успел, потому что вокруг нас внезапно вырос новый вес. Только в роли деревьев с кустарниками выступали причудливые конструкции из матово-черного материала, напоминавшего карбон. Где-то ребристые побеги были не толще нити, а где-то за ними мог спрятаться человек. Они сплетались и расплетались, образуя сложнейший узор, насколько хватало глаз. Как будто кто-то решил повторить морозные росписи на окнах, только сделав их еще и объемными. С высоты птичьего полета это смотрится еще более грандиозно, если найдется какая-нибудь храбрая птаха, рискнувшая пролететь над этим полем смерти. Ведь каждый завиток здесь — это чье-то надгробие, без шуток. За один миг вся веселая орава просто перестала существовать. Если неподалеку от нас еще имели солидные просветы между узлами переплетений, то дальше их становилось все меньше. А каждый отросток хоть и выглядит хрупким пластиком, но его грани безумно острые, а крепость не уступает стали. Циркулярная пила по металлу едва справляется, так что проще подождать, пока конструкция сама рассыплется обратно в прах. Ведь именно из него она и состоит. Выражаясь научным языком, это кристаллизованные останки. Пилогея может работать только с умершей биологической субстанцией. Ей даже слабенькая нежить не подходит, потому что та еще не разложилась окончательно, как ни странно. А вот зола, остающаяся после упокоения, идет в дело без остатка. Но если бы дело было только в ней, по сути, в материале моя ненаглядная доченька не ограничена вообще. Ведь все помнят, из чего состоит почва. Глина с песком, в зависимости от региона, вода и его величество гумус, в простонародье перегной. Тот самый, куда неизбежно отправляются все живые организмы, от крошечных микробов до высокоразвитых животных и растений. Люди, увы, не исключение. Все мы рано или поздно вернемся в землю во имя круговорота веществ в природе. И даже нынешняя волшебная кремация не отменяет этого правила. По сути, мы ходим по миллионам трупов, сами того не осознавая. И для Пелагеюшки даже закатанный в бетон город не проблема, потому что под ним всегда есть с чем поработать. Но даже в этом черном царстве смерти нашлись небольшие островки чистого места. В одном отсиживались Борька с Никой, прекрасно знавши, на что способна их подружка, а в другом недоуменно крутил головой стрелок. Жерелье сработало как надо, укрыв его непроницаемым магическим полем на пару десятков секунд. Жаль, артефакт одноразовый, и теперь все эти зубы можно только на полку положить. Ну уже лучше так, чем быть распятым между несколькими черными крючами, которые потихоньку стали откачивать из меня жизненную силу. Пусть плотность кристаллов у нас была минимальная, меня все равно зацепило, пробив тело в нескольких местах. Ничего фатального, но вот многострадальную печень придется отращивать новую. Зато система поздравила меня с новообретенным тринадцатым уровнем. Радость-то какая! Ведь еще ничего не кончилось, к сожалению. Тварей разодрало на части, и даже самых живучих ждало забвения. Но вот и хозяйка смогла отразить большую часть побегов порталами. То немногое, что до нее в итоге добралось, могло прикончить лишь обычного неодаренного человека. Плохо дело. Пелагея после выброса обычно слабеет. Мурщась от боли, я принялся освобождаться. Благо, рука с тесаком могла маломальски двигаться. Проклятый предмет протестующе скрипел и сыпал искрами, но все-таки рубил некротические кристаллы. Однако энергия стала падать слишком стремительно, добивая чудом уцелевшей в этом хаосе травинки. Сосна и вовсе держалась вертикально просто потому, что ей некуда было падать. Пап, прости! Пелагея, превратившаяся обратно в обычного ребенка, подскочила ко мне, заломывая руки. Она вечно не знает, куда их деть, когда нервничает. Глаза снова стали васильковыми, заблестев от слез. А сквозь свежие прорехи в платьице проглядывала загорелая кожа. И ведь не подумай, что это ходячее стихийное бедствие, по которому ремень плачет. Ладно, могло быть и хуже. Спасибо Сингола, благодаря чьим урокам она может себя худо-бедно контролировать. И все равно ее выходки с каждым разом становятся разрушительнее. Сегодня вот целый гектар накрыло, если не большее. Окружающие меня шипы моментально рассыпались темной пылью, позволив схватиться за правитый бок. Помощь пришла очень вовремя, потому что от тесака принялась понемногу отниматься рука, на которой почернели все вены. Да и Демонесса тоже успела прийти в себя от потери целой армии, восхищенно уставившись на нас. Отмеченное дитя! Ее следующий прыжок считался без проблем, поэтому вместо пелагеи я встретил мой сжатый кулак. Бить разряженным тесаком бессмысленно. Ей родная стихия вряд ли повредит, так что я ограничился бесхитростным прямым ударом, вложив в него все кипевшие внутри эмоции. Не люблю, когда кто-то лезет к моей дочери без разрешения. Отвали! Его отшвырнула обратно, но та успела закрыть воронку, которая напрочь отсекла мне запястье. Оно очутилось в нескольких метрах над шипами вместе с ехидно скалящейся демонессой, после чего шлепнулась на иссохшую землю. Прочие раны сразу перестали меня беспокоить, а перед глазами заплясали цветные круги от боли. Придурок! Хохотнула перерожденная, взмахами крыльев поддерживая себя в воздухе. Ты правда думал, что это меня остановит? Я из тебя пазл нарежу! Я в ответ выставил согнутую культю в неприличном жесте и ударил целую ладонью по сгибу локтя. Заодно продемонстрировал нахалке, что из затянувшегося обрубка почти не вытекает кровь. Уже к обеду рука будет в полном порядке, если найду, что пожрать и немного поваляюсь на солнышке. Некоторые сорняки почти бесполезно рубить. Они все равно прорастут, хоть сквозь раскатанный асфальт. Чисто из вредности. Но и кто из нас набитая дура? Ева озадаченно нахмурилась. Но вовсе не из-за того, что ее так впечатлила моя регенерация. Хаситы в этом плане тоже не обделены. Некоторые могут хоть из фарша восстанавливаться, если да, тем время. Просто рогатая девица наконец-то почувствовала мой подарок на память приклеенный чуть повыше скрестившихся ремешков на груди. Ничего такого, всего лишь небольшой бумажный стикер с лаконичной надписью «ТЯЖСТЬ». Большинство людей не придают значения словам. А ведь некоторые из них могут ранить, а то и убить. Главное подобрать нужное слово. В угоду красоте Димонессе пришлось пожертвовать слишком многим. В том числе прочным внешним скелетом, что отрастает у большинства перерожденных. У меня этот естественный доспех, кстати, тоже был в свое время. А без него измененное тело пусть и превосходит человеческое, но все равно остается слишком уязвимым. С влажным хрустом ребра вокруг стикера стали понемногу вминаться внутрь грудной клетки, будто на девицу скинули урановую гирю. Эдак с десятого этажа. Ева инстинктивно потянулась к бумажке, намереваясь ее отодрать, но руку моментально вмяла внутрь, раздробив ладошку вместе с пальцами. Один-один, как говорится. Артефакт с проклятием сработал даже лучше ожидаемого. И я вот эту жуть таскал с собой, прекрасно зная, что она может в любой момент спонтанно активироваться из-за неопытности создателя. Дурка по мне плачет не иначе. Девица судорожно закашлялась, давясь остатками сплющенных легких, и внезапно камнем рухнула вниз. Правда, до черных шипов она немного не дотянула, провалившись в крохотный портал, отсекший ей крылья и левую ступню вместе с туфелькой. Видимо, на большая силу уже не хватило. Я тоже хорош, не успел ничего сказать на прощание этой летучей золушке. Думала, она подольше задержится. Зато Диманесса в точности исполнила пожелание стрелка, отправившись к себе домой. В ином месте ей попросту не выжить. Кстати, о моем невольном союзнике. Его полупрозрачная тюрьма наконец-то лопнула. Только идти ему оказалось некуда. Вокруг нас все еще торчали черные заросли кристаллов, принявшиеся понемногу рассыпаться. Еще пять минут и здесь останется только толстый слой праха. Детишки тоже погасили защиту, которую поддерживала тем сильнее ставит защитный барьер. Для столь юного возраста способности у нее весьма впечатляющие, как, впрочем, и у всех похищенных детей. Борька вон уже настоящие артефакты творит, хоть и расходует на них собственную кровь в качестве чернил. Еще бы правописание ему подтянуть и вообще парнишке не будет цены. Он впечатляет, одобрительно цокнул языком охотник, убрав ружье за спину. Она точно сдохнет? Не уверен, эти штуки быстро выдыхаются. Хорошо, хочу сам ее прикончить. Что-то личное? Еще как! С кислой миной кивнул он. Это сестра моя родная. Она у нас всегда была с присвистом. То мультики эти японские, то какие-то мутные компашки вплоть до сект. По малолетству несколько раз сбегала из дому, а как выросла, так вообще пропала с концами. Только сейчас вернулась, уже вот такая. Соболезную. Да забей. У тебя, смотри, тоже хлопот полон рот. Стрелок многозначительно посмотрел в сторону Пелагея, которая застенчиво ковыряла носком иссохшую землю. «Тяжеловато, да», признался я. «Но мы над этим работаем. Что ж, тогда спасибо за помощь». Он было протянул мне правую ладонь, но вовремя спохватился и поменял руку. Наше рукопожатие вышло крепким, а над его головой высветились имя с фамилией. Леонид Бергер. «Для своих просто Леня или Берг», добавил Мак, когда уловил мой бегающий взгляд. «Стрелок — это так, для куража». «Ну, я тогда, Тим. Очень приятно. А эти двое, кстати, тоже твои». Охотник кивнул в сторону Борьки с Никой. «Нет-нет, я просто их сопровождаю». «Великий враг, значит?» «Других поселений поблизости все равно нет». «Пожал я плечами. Надо же с чего-то начинать». «Вообще-то есть, но вам туда точно не надо». Он внезапно запнулся и задрал голову к небу. «Так, а тебе не кажется, что мы про кое-кого забыли?» «Действительно». Подпорки вокруг многострадальной сосны все сильнее рассыпались, и могучий ствол стал понемногу крениться. Не в нашу сторону, но сквозь треск испуганный возглас. А вскоре он и вовсе сменился истошным воплем, когда дерево окончательно решило прилить на бочок. «Пелагея!» С растительностью вокруг нас дело обстояло скверно, поэтому ловить сосну пришлось доченьке. Та же язык прикусила от напряжения, но успела соорудить что-то вроде рогатины, которая немного придержала падающий ствол. Будь я в форме, подсобил бы с ветвями для страховки, но одной рукой сильно не поколдуешь. Одинако моя юная колдунья справилась сама, быстренько подстелив внизу целую кучу праха из развоплощенных кристаллов. Туда сорвавшийся исполнитель и угодил, подняв серое облачко. Увы, угнездиться у него не вышло. Так себе посадка, но могло быть и хуже. Когда пыль осела, выяснилось, что «Пелагея» спасла миниатюрную девушку в неброском туристическом костюме. Темноволосая, смуглая и перепачканная в зале с ног до головы. Рога с крыльями отсутствовали напрочь, хотя последние ей бы пригодились. Вместо того, чтобы крепче цепляться за ветви, она продолжала изо всех сил стискивать в руках какую-то странную грушевидную деревяшку с тремя струнами, даже оказавшись на земле. Система не стала скрывать ее данные, вывалив всю информацию разом. Аза Шухерезада Алиева. Класс Барт. Уровень девятый. Предрасположенность Хаос. Здрасте. И тебя не хворать, хмуро пожелал ей Леонид. Значит, это ты у нас тут местный страдивари. Он делал скрипки, а не играл на них. Тоном знатока поправила его девушка, яростно массируя длинный нос горбинкой, который наверняка зудел от вдохнутой пыли. И вообще, у меня Ребекка, не скрипка. Это, можно сказать, их далекий предок. А если я этого самого предка об землю шарахну, он точно так же сломается? Не надо шарахать. Она испуганно спрятала инструмент себе за спину. Простите, пожалуйста. Просто эти попугаи перероски едва меня не заклевали. Пришлось использовать зов. Но я и подумать не могла, что на него открикнется «Такое!» Она выразительно обвела взглядом поле боя, все больше напоминавшее свалку отходов крематория. Хорошо, хоть ветра нет, иначе нам всем понадобились бы платки. А почему ты одна? Задал я куда более насущный вопрос. Так проще. Нервно заторотворила исполнительница. «Я много путешествую. Сегодня здесь, завтра там. Вы ведь к великому врагу собираетесь. Могу туда провести». «Вообще-то у нас есть карта с навигатором», напомнил ей охотник. «У каждого прямо перед глазами. А еще я сам там был недавно, так что в проводниках мы не нуждаемся». Девушка разом сникла, и я поспешил ее поддержать. «Можешь пойти с нами, только давай честно, что-то здесь забыла. Про грибы, ягоды можешь не втирать, их тут нет». «Пап!» – затеребила меня Пелагея, с прищуром глядя на спасенную. «На тете проклятие сильная!» «Какая хорошая девочка!» – смущенно пробормотала скрипачка. «Но это к делу не относится, правда? У меня что-то вроде контракта. Нужно непременно выяснить, почему от этого места тошнит всех предсказателей. И, кажется, я начинаю понимать». «Пап!» «Пап!» Продолжение следует...»